Олегу Ковалеву был задан вопрос о концессии объектов ЖКХ. Такая форма уже успешно применяется в ряде муниципалитетов. Однако перспектива консессионирования Рязанского водоканала по-прежнему вызывает много споров и даже скандалов. Фишкой является то, что потенциальный концессионер на основе разработанных документов, в том числе финансовой модели, вкладывает в первые годы работы значительные средства в модернизацию системы. И потом в течение срока концессии он, будем говорить так, отбивает вложения свои. Финансовая модель – это определяющее. Причем она строится на основе той тарифной политики, которую проводит государство. И исходя из этого производятся расчеты. Олегу Ковалеву был задан вопрос о тарифах на услуги ЖКХ и системе компенсаций, действующей в регионе. Губернатор отметил, что выбранная регионом тарифная политика была правильной. При их повышении была введена система компенсаций для граждан льготных категорий в размере от 30 до 50%. Предусмотрена также выплата субсидий при превышении расходов за услуги ЖКХ на 18% от семейного бюджета. Ответил губернатор на вопросы, касающиеся пробок общественного транспорта и дефицита парковочных мест в городе. Если сегодня начать всех гонять за неправильную парковку, а предложить им ничего, людям не предложить, то я вот себя на их место поставлю. Я что буду делать? Я буду страшно сопротивляться. Верно, да? Поэтому мы должны комплексно подойти к решению этой проблемы. В связи с частичным обновлением состава избиркома Олег Ковалев рассказал о том, чего он ожидает от этого избирательного сезона. И сегодня избирательная кампания в Государственную Думу, она будет проходить по тем же канонам, которые были на выборах в Областную Думу. То есть, каждая политическая сила, особенно парламентские партии, должны найти своего избирателя, сагитировать его и привести на выборы. Тогда они получат приемлемый результат. То есть, в данном случае работа заключается не в том, чтобы с кем-то воевать, а воевать за что-то. За свою программу, за свои обещания. Губернатору был задан вопрос о том, что происходит вокруг есенинских мест. В настоящее время создан объект, достопримечательные места, определены охранные зоны. Однако, нездоровый шум вокруг этой темы периодически продолжается. Те, кто поднимает шум, они преследуют определенную цель. Цель это, понятно, дискредитировать губернатора в глазах федерального руководства, да и все. По большому счету, тем людям, которые шумят, им по барабану, что будет с самими есенинскими местами. Потому что они же конструктива не вносят. Они же не вносят конструктива. Хорошо, у нас же большая комиссия заседает. Приходите, вносите конструктивное предложение. Продолжение следует... Продолжение следует...